Это притча о милосердном самарянине. А можно назвать по-другому? Не притча, а действительность. О подыскивающихся. И начинается рассказ о том, что человек подошел к Господу, спрашивает. И притом спрашивает то, что сам знает. Господь спросил его, как считаешь? То есть вопрос задают, а он знает, что здесь спроси, как считаешь, чего считаешь? Ну ты как считаешь? Да никак он не считает. То есть по сравнению с этим подыскивающим человеком, сегодняшнее православие это проигрывает. Даже его нельзя отстать, как считаешь, никак не считаешь. Ну батюшка вам что говорит? Он ничего не говорит, он говорит, в храм ходите, свечки ставьте, чаще исповедуйся, чаще причащайся. А тот ответил совершенно правильно, ну иди и так поступай. Вопрос, а зачем ты отходил-то, если ты все знаешь-то? У него другая была цель. А ты не грамотный, я-то семинарию заканчивал, академию, а ты, мужик, откуда знаешь, плотницкий инструмент у тебя. Ты же плотник. И желай оправдать себя. Вот это-то самооправдание нужно рассмотреть. А там оправдание у нас на каждом шагу. Вот сегодня кто не пришел, вы думаете, у них причин нет не прийти? Вчера кто вечером не был на богослужении, ну кто не был, то сами посмотрите, ведь были причины. Так вы сами себя закабалили, то скользящий график, то как-то сделали так, что это от вас зависело. Но ни один адвентист седьмого дня вчера не работал в субботу. Ни один. Ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации, ни в Америке, ни в Африке, нигде не один. И это уже 160 лет. За 160 лет, а их около 20 миллионов сегодня, и ни один. Нам не сынно. А у нас оправдание на все. Почему не было? Ну найдем все. Мы так себя закабалили. А ведь оправдание ничего не даст. Мы сейчас посмотрим по Слову Божию. Далее. То, что нужно делать добро, помогать. В этой новой той притче, которой Христос сказал, так повершенно рассмотреть, ничего нового не было. Помогать надо, это евреи знали все. Но Христос вывел героев отрицательных, тех, которые считались кубирами общества, священников. К кому бежать? Батюшке как чуть, а к батюшке как хирею. А вот он первый, самый жестокосердный. Прошел мимо. А эти у него тоже оправдание было. Потом, если бы его допрашивали, а на суде Божьем будет допрошен. Ты, дорогой, почему батюшка не остановился? Ты, отец всещестный, благочинный, почему не остановился, видя, что народ погибает в пьянице, твои прихожане? Почему ты не помог? Почему не проповедовал? Почему ты не посадил на ослание, отвез в гостиницу? Это твоя кровная обязанность в гостинице, это церковь. А у него ничего нету. Чтобы оставить в гостинице, надо заплатить за него два динария. А два динария в Ветхий Новый Завет, мы опять к этому подошли. Чего он оставит-то ему? Даже церковь-то приведет, он только о колокасе его будет и скажет, а берите его до нитки дальше. У него совершенно по-другому сегодня принчат, а выведет будет. Если он его и привезет, только в милицию сдать может на машине пьяница. Да он еще будет мараться с ними. Никак. Раньше-то была только одна церковь в Барнауле, и люди со всех окрестностей, от самого Славгорода приезжали сюда. И вот бабки, представьте, ревностные, пришли, помолились, нигде ночевать негде. И они, ну ладно, там была рядом Серафима жила, прямо рядом с настоятелем. И считали это дом Лазаря, а рядом дом богача настоятелем. Ведь дом, который у меня сгорел, я его специально купил для бабушек. И там моя жена их обеспечивала. Ну купили матрасов, там до 30 матрасов на полу, все они тут спали. Вот как дело-то обстояло. А ведь этих-то приветить-то уже не надо было искать, где. Они уже израненные сами пришли, даже наблюдать не надо было. И этот любопытный, но это более еще, не знаю, костенелый, у него еще любопытность, подошел, посмотрел, это дьякон. Но он еще не совсем засох. И дальше. А какое у тебя оправдание, почему ты дьякон вчера на службе не был? Когда ты в последний раз с батюшкой служил? Вот каждого теперь спроси, левит, чтецы, где вы вчера были? А ведь это тоже уже звание какое-то есть. Пришли, посмотрели, да и приходится в храм-то другой, лишь бы, говорится, отметиться. Эти притчат, она в живьем прямо сегодня хватает. И он начал оправдываться. И диакон левит бы оправдывался. А самарянин-то не оправдывался. Я подумал, а вот когда был он здоровый, лежал-то, это еврей. Шел откуда? Из Иерусалима Верихон. А из Иерусалима-то кто шел? Еврей. А шел куда? Верихон. Город проклятия. Верихон в низине, а тот вверху, тот человек, который нравственно стал падать. Ну, тут разбойники, демоны напали на него, подняли его, раздели, обобрали, да и бросили. И кому он такой нужен-то? А почему ты, зачем туда пошел? Теперь его допрашивать нечего. А когда был здоровый, ты хотел, чтобы к тебе подошел самарянин? За 10 верст бы, говорит, объехал его. А теперь, может быть, он и руки этого самарянина целовал. Люди, которые у нас обратились, поняли счастье быть христианином, быть достойным званием. Я знаю этих людей, которые благодарны. А которые неблагодарны, они выскочили. Вот маленько ему легче стало. Он говорит, эти два динария, может, даже украл и убежал из гостиницы, чтобы никому не отвечать, не быть ответственным. Вот эти отсутники у нас, вот такая их позиция. Они из гостиницы выскочили в окно и удрали. Я эту притчу рассматриваю и вижу, что такая позиция. Что мы берем из этой притчи? Я беру только одно. Вот самооправдание посмотреть. И он, желая оправдать себя, сказал, а кто мой ближний? Приехали. Учился, учился, все узнал. Почем? Узнал, какая инфляция, какой курс доллара, все узнал. А кто ближний, не мог узнать? Ближний тот, кто помогает тебе. Кто спасает тебя. Притч это, кто накормит тебя. Да и гостиник хороший принял. А что сверх того и стратишь. Это уж блаженный фетилак, златоуст, которые потрудились сверх двух динариев. Два динария, два завета. Сверх этого потрудился. Струдиться надо. К нам уже в гостиницу церковь принесли. Гостиники. Работать надо с людьми. Я к вам обращаюсь, ко всем. Начинайте работать. Некоторых людей приводят. К нам некоторые ходят на занятия, просятся. Посмотрите, опихотьте их. Но один раз можно привести и показать. Где у нас встречается оправдание по священному писанию? Я просто провожу вас по писанию, чтобы это слово самооправдание в разных позициях предстало. И мы увидели, а вот с этими я точно так же обоправдался. А вот здесь-то, да и я ведь так же обоправдался. Но если там результат о самооправдании ничего нулевой или отрицательным, наверное, и на мне он так же будет. В книге Бытие, 44 глава 16 стих, говорится о трогательной истории, как братья родные, родного брата Иосифа продали. А вот теперь-то Иосиф-то там в Рапсе-то стал главным почти над страной. Что фараон, говорит, ничего кроме хлеба-то и не знал для себя, как тот потифар. Ну и когда чашу обнаружили, арестовали, тогда главная из них, как Иуда, и говорит, чем мы можем оправдаться? Бог открыл неправду рабов твоих. Нам оправдываться нечем. Где бы что ни случилось, не за это, но в другом мы виноваты. И когда слышите, что погибли ни в чем не повинные люди, там в небоскребах, во взрывах, в школах, не верьте этому. Они не виновны в том, в чем обвиняют их. Они не виновны в захвате заложников, потому что сами заложники оказались. Но невиновных нет, у нас сейчас захватят, здесь зарвут, ни одного невиновного нет. Все виновны. Ну, я имею в виду, что совесть, если пробудется. А так, я ни в чем не виновен. Это совершенно бессовестный человек. Да Господь, говорит, в ангелах усматривает недостатки. Гнига Исход, 23 глава, 7 стих. «Уклоняйся от неправды, ибо я не оправдую беззаконного». А то приди, Бог любит любого грешника. Нет, любит кающегося грешника. Сектанты обманывают людей. Бог любит только кающегося грешника. А этого нет. Я не оправдую беззаконника. И беззаконник не может оправдаться тем, что живет на свои деньги, не ворует, живет верно с женой. Нет. Оправдания никакого нет. Ты должен только склониться, сказать, ведой во всем, даже до конца не осознавая свой грех. Третья книга Сарс, 8 глава, 32 стих. Прямо говорит. «Когда придут Господи перед Тобою, люди будут молиться, то Ты оправдай правого». Не беззаконника оправдай, опять же, а правого. Вот для этого мы и пришли сюда. Я прав. Вот в этом суде, в котором мы не выиграли, я прав. И я молюсь. И верю, что силен Господь погорнуть по-другому. Потому что тот человек издевался над Богом, хулил Бога, и обязан восстать был. И я знаю, некоторые судили. Да разве можно верующими судиться? Спи, продолжай. А мы будем дальше работать, искать виновного. Иов 9, 2. Как оправдается человек перед Богом? Вопрос. Ответа нет. Никак. Ни один не оправдается, все виновные, все согрешили, решены славы Божьей. Никак и никто не оправдается. Мы спасаемся только верой во Христа Иисуса. И 9, 20. Если я буду оправдаться перед Тобою, то неправда моя обличит меня. То есть, без толку и разговаривать. Иов 13, 16. А вот тут кое-что нам в оправдание. Когда нападают на нас из местной епархии, я им всем предлагаю выйти на радио, на телевидение, встретиться открыто, в любом актовом зале, а они не идут. Вот так, Иов говорит, и то в оправдание мне уже, потому что я не лицемерил. И лицемер не пойдет при лицо Божие. Они лицемеры, они прячутся. Под разными фамилиями пишут. Лицемерный не пойдет на это. Если мы открыто вызываемся, это уже на нашей стороне правда. Мы вызываем просто их. Ну, выйдем. Давай выйдем и сразимся. Посмотрим, где правда. Салмопевец Давыд, 142. Псалом, 2 стих, говорит. Не входи в суд с рабом твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из живущих. Мы ищем у Бога несправедливости. И пришли мы сюда не за справедливостью. По справедливости мы будем оказываны. Мы ищем милости. По милости. По великой незрещенной милости. И в молитве-то справедливость это нигде даже не упоминается. Между друг другом, да, тут мы решаем справедливость. А по отношению к Богу какая справедливость? Он бы и не сотворил меня, и ничего не было бы. И кто ему скажет? Кто скажет, что ты поступаешь неправильно? Притча Соломона, 17, 15. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость перед Господом. Это особенно касается судей, прокуроров, судейских работников, и те, которые пенсию назначают, работники. Повторяю, кто оправдывает нечестивого и обвиняет праведного. Одинаково мерзкие перед Богом. Вот эти репрессии, все, что было, обвиняли царя и сами туда пошли. Потому что были мерзостью. Исайя 5, глава 23, стих. Говорится о том, что люди иногда за подарки оправдывают виновного. Но я думаю, что у нас таких нет. Это касается определенной категории людей, и которые слишком грешат. Это взятки. Исайя 43, 9. Господь призывает все народы и говорит, пусть они выйдут. И выставит свидетелей от себя. И пусть оправдываются. Если могут сказать, что вы правы. Перед Богом все как митина пролетает. Все народы призываются на суд Божий. И на суде Божьем, наконец, каждый скажет, ты победил в суде Твоем. Ты прав. И спасут только те, которые не оправдывали себя, а сказали, ты прав в суде Твоем. Это нужно сказать сегодня. Вот какой я есть, что у меня есть, какое я здоровье. А не так, а куда Бог смотрит? А вот мне рядом сосед пьет каждый день, и у него все в достатке, и он не болеет. А уж я молюсь, и со мной хуже, а как обратилось, еще хуже стало. Мы должны верить, что это от Бога. Пророк Исаия 43.26 Итак, встанем судиться, говорит Господь. Говори ты, чтобы оправдаться. Это относится к нашим взаимоотношениям. Мы должны выслушать противную сторону. Оправдайся, если в самом деле ты виновен. Если бы те отсутники, которые у нас отошли, сказали, а можно к вам прийти? Мы даже приглашали. Придите и оправдайтесь. Вот вы говорили, делали, а это еще не исполнилось. Вот у вас были мечты, у нас уехали сейчас, а вот мы там с детьми заниматься будем. Дети хорошие, такие фантазии сейчас куда отъезжать. Да это мечты. А это мечтатели. Ничего вы не сделаете. Если находясь в общине, вы ничего не делали. А уедете, там будете проповедовать, образуете общину. Ничего этого не будет. Это абсолютно невозможно. Здесь огромные труды. Мы постоянно заботимся. И гасим конфликты. Подсказываем. Кормим. И то, смотрите еще, какой разброд-то бывает. С утра пораньше. Как сегодня. Исайя 50, глава 8 стих. Близок оправдывающий меня. Вот этого надо дождаться от Бога. Привлечь его в достойной жизни, в милостыне. Иеремия 23, 6. Господь оправдывает кающихся перед ним. Евангелие Матфея 12, 37. Показывает, где наше оправдание. От слов своих человек оправдается и осудится. Какие слова оправдывают? Те, которые благодарят Бога. Там, где человек берет вину на себя. Заступается за кого-то. Словословит Бога. Считает места Писания. Верит Богу. Вот от этих слов человек оправдается. А остальное все. Или пустое. Или нести большую ответственность. Евангелист Лука 18, 10 говорит. А двух молящихся. Один восхвалял себя. А другой говорил. Я недостоин. И сей пошел оправданный. Более в дом свой. И так возвышающий сам себя унижен будет. Мы пришли сюда для того, чтобы благословение от Бога получить. Благословение Бог дает смиренным и сокрушенным сердцем. Просто на это надо себя настраивать. Но я повторяюсь. Научитесь уступать друг другу там, где спасение не зависит. Так ли это важно? Чтобы человек пошел оттуда с добрым настроением. Деяние 13, 29. И во всем, в чем мы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдываемся именем его. Наше оправдание в имени Христа, потому что он умер за наши грехи, пролил свою причистую кровь. А исполнением закона, даже обрядовой стороны, жертвоприношения человек не оправдывается. Деяние 22, 1. Апостол Павел говорит, мужи и братья, выслушайте теперь Мое оправдание перед вами. Когда на меня случались дети на Патхе, я всегда требовал суда. Выслушайте. И практически перед церковниками еще ни разу не пришлось выступить. Перед мирскими, да, удалось. Хотя лишили последнего слова на суде. Абсолютное полное безумие было, беззаконие. А перед церковниками я еще ни разу нигде не мог выступить. Не слышал. Выносят триговоры, даже с человеком не побеседуют. Это вещь совершенно недопустимая. Деяние 25, 8. Апостол Павел говорит в оправдание свое. Я не сделал никакого зла ни против закона, ни против храма, ни против кесаря. Вот что нас оправдывает. Это молитва за царя, молитва за ближних. Это почтение к храму, ни против ближнего нигде. Вот этим я оправдаюсь. А то, что слова говоришь, а делаешь наоборот, нет. Если бы сегодня каждый депутат предстал перед людьми, в первую очередь я бы вопросы задал. Ты считаешь себя одним из народа или нет? Да. И тяготы народа хочешь нести. Но почему же у тебя такая зарплата в 100 раз больше моей? И почему твоя пенсия в 70 раз больше моей? Ты же избранник народа. Ты должен нести эти тяготы. Зачем такие средства поглощаете? Иаков 2 глава 24 стих говорит, что человек оправдается делами. Интересное место. По провержению этого места апостол Павел как бы говорит. Но мы оправдываемся делами. Это воистину так. Когда стали верующими? Делами за миром? Нет, те дела, которые у мирских людей, они только содействуют, чтобы... Ему услышать Слово Божие. Он добрый, и к нему обязательно Господь пошлет проповедующим. Криньям 3.28. Человек оправдывается верою. Вот это касается нас. И в мире, когда были, и сейчас. Когда видишь, ничто не помогает. Только не допустите никогда отчаяния. Даже если случится грехопадение. Даже если ограблен, брошен. Пройдет мимо священник и левит. И тогда уповай на Бога. Я оправдываюсь верою. Истинный самарянин – это Христос. Он нас берет на руки. Он сажает на осла, на одного из проповедующих. Это мы ослы. И он привозит в чудную свою гостиницу. Вот представьте, что сегодня нет нашей общины. Вот мы пришли, сейчас потолкались. Ну, помолились там, как могли. Конечно, со всех сторон все и там. В Никольске, Покровске. И далее, ну дальше все, служба кончилась, идите домой. И это всегда, и никому ты не нужен. Но оцените, что мы имеем. И будьте достойны звания членам общины. Не просто в списках числите. Я тут числюсь. Но привносите что-то свое. Услышал, какая нужда? Какая может быть помощь? Ты не можешь пойти с средствами участвовать. Не можешь в квартиры участвовать, машиной. Но все время звоните, узнавайте, с чем ты можешь участвовать. Человек совсем мало получает, смотрит, что-то жертвует. А это я на книги даю, а это там помочь, это для лагеря. Другого нигде нет. Сегодня да, сошло. Но будет день, когда будут подбивать нам счет. Плюс и минус. Что тогда будет? Римлянам Павел говорит, что оправдается человек верой, независимо от дел. И премудрость, 6 глава, 10 стих. Говорит, научи меня, Господи, и оправданием Твоим. Третьи езры, 2 глава, 20 стих. Чтобы мы научились оправдывать других. Оправдывая вдову. У вдовы заступник Бог. И ты роль Бога можешь сыграть. Заступайся и оправдывай сироту. Ты можешь роль Бога исполнить в данном случае. А самооправдание, оно неприятно. Что бы ни сказал, сразу в ответ 10 слов. А это вот это так. Ну ты знаешь, что неправильно. Ты оправдываешься или не оправдываешься, дверь была не закрыта. Я сколько раз говорил. Зайдут на кухню, свет не выключает. Великое ли дело? Каждый раз иду, выключаю. Ну ты там был последний. Переодевались, заходили. Захожу, свет горит. Ну ты последняя была. Что ты оправдываешься? Дверь не закрыла. Так за мной кто-то шел. Ты закрой, она заново откроет. Научитесь, в мелочах никогда не оправдывайся. Пережарила, переварила, сбежала. Молоко это уж обязательно, если начало кипятить, оно на плитке будет. Не оправдывайся. Ты предохранитель и всякие поставь. Сорвалась. Да я не знаю, он меня довел до этого. Не он. Ты за собой не следишь. Ты видишь, назревает критическая обстановка. В ответ ничего не скажи. Ну хотя бы 10 раз прочитай молитву Иисуса. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, умягчи мое сердце. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, научи меня видеть себя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, а может он меня любит, этот человек говорит. Нет, сразу какие слова говорит. Если уступок никаких не делаешь, то я в последний раз уже и встречаюсь. Ну нельзя так. Вот самооправдание буквально все. Нет, не я. Вот ребятишки маленькие. Из образа младенца не вышли. Вот они непрерывно оправдают. Это он и виноват. Не я, а это он. Вот самооправдание. Дожили до седых волос и все время какое-то оправдание. Оправдания никакого нет. Да я пришла поздно к Богу. А кто тебе заставлял шататься по помойкам? Какая сила тебе таскала? Храм был, крест был. Ты видела это? Ты слышала слово Библии? Почему ты раньше не пришла? Никакое оправдание. Виноват, Господи. Просто у меня собачий характер, беспризорный собак. Я привыкл везде шататься. Вот так и начинаю отсюда. Я в 23 года пришел, и я себе никогда этого не прощу. Сколько раз слышал, Господь стучался ко мне в трезвом и пьяном виде. Я виноват. Ох, голос твой нежный касался моего сердца. И через иностранных людей я опять пропустил. Никакого оправдания этому нет. Что-то мы не сделали. Оправдания нет. Научитесь самоукорением заниматься. Проспал. Укори себя. Господи, я пропустил рано встречу. Не успел помолиться. Утреннее правило не исполнил. Хотя бы сто поклонок не положил. Прости меня, Господи. Опять здесь. Не воздержался. Лишнее съел. Укори сам себя. А не потому, что вкусно или угощали, или пришел. Вот это самооправдание. И он, желая оправдать себя, дал нам какую притчу о саморенении. А Господь сделал самооправдание плохо. Но благодаря этому Господь дал какой пример притчи. Если бы этот подыскивающийся не пришел, мы бы не знали этой прекрасной притчи о саморенении. Научитесь так же делать. Даже неправильно поступают люди. Неправильно отвечают. А вы во всем найдите золотое зерно. И совместите со священным писанием. А от это соответствует этому. То есть любую мысль неправильную приведите ее в гостиницу там, где два динария. Чтобы мы все время обращались к этим двум динариям, к Ветхому и Новому Завету. Блаженны мы, что нас подобрал Господь и привел в такую общину, где эти два динария лежат на аналои. Где эти два динария в размененном виде на стенах мы видим строки священного писания. Блажен тот день, когда Господь позволил нам приблизиться к этой общине. И будьте достойны ее и в первую очередь нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.